Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против содружества. Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного. Честно говоря, я в последнее время все больше сомневаюсь, сильны ли они так, как они это умеют демонстрировать. Логика наших оппонентов вполне понятна. Во-первых, мы укрепляемся, соответственно, способны помешать их планам по устройству однополярного мира. Во-вторых, наши страны обладают колоссальным потенциалом, что вызывает беспокойство у конкурентов. И самый главный наш потенциал, всех нас, всех, это наш дух. И, в-третьих, этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и нашу интеграцию. Вместе мы можем гораздо эффективнее противостоять новым глобальным вызовам, в том числе распространению коронавирусной инфекции. При этом, извините за откровенность, если кто-то думает, что это вот там вот где-то в Беларуси, в России там попытались, в Украине, видите, к чему привело. И думают, что это там далеко, это не у нас, это другое и так далее. Ошибаетесь. Мы никогда не думали, что в мирной, спокойной Беларуси с толерантным народом, вы это знаете не хуже меня, возможны подобные вещи. Понимаете теперь, какими методами действуют эти мерзавцы, сколько денег вбрасывают на это, какие создаются сети. А порой мы такие, знаете, демократичные, ну как это, права человека и прочее, никаких прав человека. И речи не было там о правах человека. Создавался такой взрывной момент для начала мятежа. Да многие из ваших государств, ну некоторые пережили, а некоторые ощущают это на себе. Все государства, я знаю, что происходит и вы тоже в наших государствах, все мы это ощущаем. Поэтому нам, как никогда, нужна солидарность и единство. Надо просто делать то, что мы умели делать в прошлом веке. У нас интегрированная была экономика, она еще по многим позициям остается в кооперации. Интегрированы мы друг к другу. Порвать нас очень сложно, потому что экономика завязана. Давайте спокойно делать вот это дело, фундамент этот создавать, чтобы люди почувствовали, что да, есть толк. Не только там от союзного государства, не только от Евразии и СНГ в том числе. Давайте не потеряем друг друга. Вот на моей памяти, когда я готовился к этой встрече, передо мной, перед глазами стоит опыт Украины. Выход из СНГ. Тогда это было при Порошенко. И я помню этот разговор, когда он мне первому сказал, вот, Александр, мы хотим выйти из СНГ и так далее. Я не собирался его там убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил, Петро, а зачем тебе это? Ну, скажи, вот зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ? Ну, он пытался мне что-то говорить. Ясно, почему он выходил. Его просто оттуда вытаскивали. Но я ему простую вещь сказал, хорошо, выйти ты всегда успеешь. И Михаилу Саакашвили об этом говорил. А вот войти обратно, много будет издержек и много будет проблем. Вот такой откровенный разговор. Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну и что? Ну вот результат. Поэтому, уважаемые друзья, никогда не спешите. И еще одно. На злобу в Беларуси. Вы знаете, жизнь такая короткая. И, ну вот, как мудновение прилетает. И когда мы порой начинаем спорить на ровном месте, там делить рубль на 4 части, или тысячу кубов газа, не можем установить какую-то цену. В то время, как в Туркмилистане его девать некуда. Начинаем выгадывать, пока еще живя в одном пространстве. Это ненормально. Поэтому не теряйте то, что есть. Берегите то, что есть. Давайте будем добавлять к тому, что есть, а не терять его.